Привет! Это Саша, студент третьего курса экономического вуза. Саша любит маму и свою собаку Дженни. Саша не только хорошо учится, но и успешно выступает в турнирах по айсштоку. Не знаете, что такое айсшток? Google в помощь! Саша любит бизнес-анализ и плавать в бассейне. Саша считает, что мозг и физическое состояние должны быть в тонусе. Саша планирует стать банкиром. Это его цель, и он намерен ее добиться. У Саши хороший средний балл, поэтому для него открыты двери во многие банки страны. Что же выберет Саша? В финальный этап выбора Саши попали три банка. Оперативный звонок от HR-специалиста одного из банков, банка с оранжевым логотипом и Саша на собеседовании. Именно в этом банке есть молодежная площадка Академия талантов, участником которой светит стопроцентное трудоустройство после практики. Это хороший шанс, подумал Саша и стал еще увереннее в практике именно здесь. Практиканту Саше не доверили подшивку документов для архива. Куратор постепенно вводил Сашу в специфику бизнес-анализа, и к окончанию практики Саша закрыл самостоятельно часть проекта. Это мы немного забежали вперед. Вернемся. Изучение нормативки, участие в проектных командах, участие в мозговых штурмах и... Не может быть! Здесь играют в его любимый айсшток! Надеемся, вы уже загуглили и понимаете, о чем речь. А еще сотрудникам можно бесплатно плавать в бассейне и заниматься в тренажерном зале. В мечтах Саша уже представлял себя сотрудником банка с оранжевым логотипом и уже точно знал, на примере какого банка будет писать в следующем году дипломную работу. Кстати, Саша ведь всегда за любой движ. Конкурс бизнес-идей, конкурсы творческие, турслет... Став академиком, Саша стал увереннее в своем банке и купил себе оранжевый галстук, чтобы напоминать себе об оранжевой цели. Как думаете, Саша станет молодым специалистом банка через год? Мы в этом уверены!